Здравствуйте. Что мы имеем на сегодняшний день? Основная культура это голубика и красная смородина. Красная смородина у нас. Это шпалерное выращивание, хранение, модифицированное газовое среде. Так, второй год мы развиваем еще питомник посадочного материала, и он уже достаточно большой. Значит, само название выступления это сбор, хранение, реализация. Я вам сразу скажу, что я не отдаю сетку, и ни разу не отдавал сетку, и не планирую. И мы говорим сейчас как голубику. И не планирую пока этого делать. Можно, наверное, сказать, что и объемы не те, не сотни тонн, но десятки. И цена, и требования сетки меня не очень устраивают. Значит, разделил ее на три части. Первая это сбор голубики. Я все тезисно пройдусь, немножко указывая на особенности. Значит, вот организация пространства для сборщиков. Когда начинаешь изначально работать, не очень понимаешь, что нужно людям. А люди хотят, как правило, всегда покурить и в туалет. Поэтому покурить и в туалет должно быть рядом с местом сбора. Желательно мобильное, и желательно обязательно... Ну, не желательно, а обязательно. Должны быть рукомойники и семтики, которыми они потом руки свои моют. Дальше. Организация местоприемки. Здесь тоже, когда вы начинаете с каким-то объемом работать, сразу возникают узкие горлышки. Где вы принимаете ягоду от сборщика, как он вам ее несет, в чем он вам ее несет, как вы это взвешиваете, куда вы пересыпаете. То есть здесь должен быть налажен процесс, потому что в какие-то моменты у нас приходило 15 человек одномоментно, и вставало. Соответственно, когда они встают, сборщики, они потом идут, как правило, курить. Потому что, ну, что делать, очередь какая-то, пойдем-ка курю. И это сильно, в пересчете на количество сборщиков, очень сильно тормозит процесс. Поэтому принять ягоду, пока он вража, пока он вам принес ящик, принять этот ящик нужно очень быстро. Не ящик, а ведро. Мы собираем ведра. Мы собираем ведра. Это 10-литровые пластиковые ведра. Это конкретно только про голубику. Собираем не до конца, где-то 3 четверти от ведра. После этого это пересыпается в специальные ящики, прямо на месте, в шатре, которые отводятся уже в шоковое отложение. Организация учета. Здесь тоже очень важно, потому что вам нужно очень быстро это сделать. С прошлого года, или с позапрошлого года, мы используем программу... Саша, как называется программа? Макс Крок. Макс, помню, просто не помню. Вот Макс Крок, который позволяет автоматизировать процессы. У всех существуют бейджики со штрих-кодами. На весах стоят. Wi-Fi модули, которые... Bluetooth модули, которые сразу передают в систему. То есть положил, щелкнул, вес ушел на конкретного сборщика. Это очень удобно потом, когда мы рассчитываемся или анализируем. Раньше мы писали в тетрадке. При количестве сборщиков больше 50 человек эта система не работает. Вы просто один человек тупо должны стоять и писать. С такой автоматизацией все быстро. Организация логистики ягод до места хранения. Когда какой-то объем появляется, который вам нужно собрать уже вменяемый, вам нужен отдельный человек, который просто будет грозить. Поле у нас большое, практически километр в одну сторону. И чтобы довести до склада, который находится внизу от каких-то дальних чеков, занимает, грубо говоря, почти 20 минут таким медленным шагом на тракторе. Поэтому здесь нужно понимать, кто вас будет везти, кто вас будет принимать еще на месте перемещения в камеру шокового охлаждения. То есть это тоже люди, их тоже нужно логистически сразу устраивать. Иначе получается узкое горлышко, ягода стоит на солнце, она вовремя не уезжает. И уже не происходит быстрого охлаждения. И самое важное на самом деле, это последнее, это организация контроля количества сборов. Все по-разному собирают. Кто-то собирает в пинетки, сразу в ящички, которые потом кладутся в большой ящик, например, или также в пинетках продаются. Мы этого не делаем. Голубика позволяет не собирать ее так. То есть малина однозначно сразу в пинетку, ее невозможно пересортировать руками потом. Голубика позволяет делать пересортировку и позволяет взять менее квалифицированный персонал на сбор. То есть забирать, соответственно, надо уметь. Если вы будете собирать в пинетку, в голубику, это будет очень долго. И вы какой-то обменяемый объем, там, не знаю, 3 тонны в день не соберете сразу в пинетку. Поэтому по голубике у нас организован сбор в ведра, я говорил, в пластиковые. Они где-то в районе 5 килограмм мы собираем в каждое ведро. После этого пересыпаем в ящик. В ящике происходит контроль. То есть если ящик, он такой плоский, мы высыпали сборщик, приемщик, который стоит в шатре, если он видит, что качество неувстворительное, он отдает прям этот ящик сборщику, говорит, иди перебирай. Один-два раза, и сборщик начинает собирать то, что от него требуется. Но все равно у нас существует отдельный человек, который ходит по рядам. Когда приходится 60-70 человек, невозможно всех проконтролировать на конечной точке. Поэтому мы пускаем еще человека, который ходит и заглядывает в ведра. Вот он идет, подходит. Мы уже понимаем, кто где косячит, и он особое внимание к этим людям. То есть точки реперные такие, в которых у вас могут быть ошибки, нужно всегда контролировать. Первое, с чего вы начинаете, это сбор. Если вы заберете хлам, вы потом замучаетесь его сортировать. Замучаетесь его сортировать, там нужно увеличивать количество людей, которые это сортируют. Как лапать эту ягоду будут люди, и качество ягоды сразу снижается, снижается ее способность к хранению и транспортировке. Поэтому первая точка, на которой вы должны проконтролировать, это правильно собрать ее, контролировать сборщиков. Поэтому вот этому мы очень сильно внимания уделяем. не получается собрать людей, которые собирают хорошо. Таких людей нет. То есть они гребут все подряд, чтобы набрать массу. То есть если схемы разные, оплат существуют, я знаю, вот мои коллеги, платят просто в день деньги. И сколько он собрал, неважно. Они ориентируются на качество. Если у вас плантация 20 гектаров, то у вас не получится так собирать, ориентируясь на качество. Потому что вам будут собирать по 20-15 килограмм, и вы никогда свою плантацию не обберете. Поэтому нужно собирать валом, а потом уже досортировать. Но вал тоже должен быть качественный. Хранение и сортировка. Для хранения у нас построен комплекс хранения. Почти 1000 квадратов. Там около 500 квадратов фотохолодильные камеры. Большие, профессиональные. И небольшой, уже нам его не хватает, небольшая камера шокового охлаждения. Плюс у нас есть камеры для газовой системы, для хранения ягод попалетные. Но мы ее для голубики не используем. Потому что цена не дает возможности хранить эту ягоду, но она перебивается входящей чилийской ягодой. Значит, что мы делаем? Когда мы привозим вот эти ящики, дальше будет фотография этих ящиков с поля, мы сразу затаскиваем палету с этими ящиками в шоковое охлаждение. Наша камера позволяет охладить где-то 500 килограмм за 2 часа. 500 килограмм тонну, как ее забить, она очень мощная. После того, как мы перемещаем, охлаждаем за 2 часа до 2 градусов эту ягоду, 3-4, иногда 2, зависит от того, как холодильник работает, как камера эта работает, мы перемещаем холодильник в хранение. Холодильник в хранении 6 градусов у нас. То есть мы чуть-чуть поднимаем температуру, потому что если мы будем из 2 градусов потом перемещать опять же в 2, и из 2 на сортировку сразу пойдет конденсат на ягоде. Разница температуры у нас 10 градусов, 12 градусов в сортировочном цеху. Поэтому с 2 до 12 сразу будет испарено. Мы поднимаем температуру до 6 градусов и потом только перемещаем в сортировочную комнату. Значит, сортировочный цех. Раньше мы сортировали вручную. Все время стояли люди, которые выбирали зеленую ягоду, мятую ягоду. Значит, особенность нашего производства ягоды. Мы всегда производим ягоду максимально потребительской спелости. То есть никогда у нас не бывает зеленой ягоды, недоспелой ягоды. Она просто практически увяливается. И это нам дает возможность получить отличную, отличную в смысле другую по вкусовым качествам ягод. Поэтому тот, кто пробует то, что мы выращиваем, всегда, практически всегда остается с нами. Потому что такую ягоду невозможно довести. Ее невозможно купить в сетке. Она просто там лежать не будет. Как некоторые клиенты называют, у нас голубичное мясо. То есть она уже сахар начинает переходить в крахмал в этот момент. И вот в этот момент мы начинаем ее снимать. Значит, сейчас у нас механическая сортировка, сортировка и калибровка. Там видео будет стола. Мы в этом году еще не начали собирать, потому что мы ждем. У нас она уже синяя, но мы все равно уже практически неделю ждем, пока она наберет необходимый вкус. Поэтому я вам просто видео покажу, как выглядит машина. После этого мы фасуем. Фасовка, про фасовку хотелось бы тоже сказать. Ну, вы, наверное, сразу поняли, что я говорю о прямых продажах. Мы продаем только клиенту в руки. Не продаем в сетку. Поэтому фасовка у нас тоже заточена под это. Фасовка должна быть у вас не маленькая и не большая. Не маленькая, чтобы вам не тянуть затраты упаковки слишком высокие и небольшая, чтобы клиент не купив один раз больше не покупал. С голубикой это как бы не работает. Голубику можно продавать каждую неделю одному и тому же по 5 килограмм. Он ее будет каждую неделю покупать, потому что это ягоды отстойно не набивает. Для других ягод тут есть особенность. Нужно выбрать правильный размер ящика по весу, который вы будете продавать. 5 килограмм это много. Многие работали в нашем регионе с 5 килограммов и до сих пор работают с 5 килограммовыми ящиками. Я считаю, что это неправильно. Мы разработали свой ящик совместно с Женей Медницкий. Мы его производим. Это 3 килограммовый ящик. И в 3 килограмма это оптимально, что можно продать клиенту напрямую в руки. 5 килограмм это много. 2 килограмма это мало. 1 килограмм 8-800 есть в Рязани продают, но это мало. Нужно иметь какой-то вот такой оптимальный размер. Мы посчитали, что это 3 килограмма. Отфасуем их пинетки. Это картон по полкилограмма картонные из пульпа картона лотки. И они укладываются уже в ящик. После этого, после отфасования, сложили в коробки, в холодильник, опять в холодильник хранения перемещаем, где уже ягода хранится до отправки потребителю. Отправляем потребителю уже по полузаброскам. Сейчас я вам покажу, как я. это ящики, так называемые чешки. Практически нельзя в России их купить. Почему-то есть, но они не подходят. То есть или в щели более широкие просыпается ягода, или их вообще нет, или они забиты. То есть все вот это добро мы везли через Беларусь. Давно это украинское и частично сейчас уже взяли непосредственно белорусское. Они их называют чешскими ящиками. Помещается сюда около 5-7 килограмм ящики. Вот так она приходит с поля в таких ящиках и перемещается в камеру охлаждения, потом хранения. А вот так выглядит сам ящик. Соответственно, это ящик с 6-ю пинетками весом 3 килограмма. На полету где-то встает около 200 килограмм. Если не ошибаюсь. Нет, по-моему, больше. Сейчас сходу не посчитаю. Значит, вот так выглядит наша машина для сортировки. Это инспекционный стол, на котором сортируется ягода по качеству. А здесь соответственно происходит барабанная сортировка по калибру. Она просто снизу вываливается та, которую вы хотите получить, а слева вываливается та, которую вы отсортироваете. Достаточно удобная, простая, дешевая машина, которая позволяет уже при каких-то объемах просто не лапать лишний раз ягоду, более тщательно ее просматривать и получать калиброванную. То есть наш клиент, кроме вкусовых ощущений, ему нужны визуальные. Он любит всегда одномерную ягоду. Если даже ягода будет среднего размера, но одномерная, она выглядит гораздо лучше в лотке, чем разнобойная, крупная и мелкая. Поэтому по факту, по цене вы получаете что-то вы дороже продадите, что-то дешевле, но получите стоимость то же самое. Но визуально ягода волкует калиброванно, и это будет казаться более дорогим продуктом. Самое интересное это реализация голубики, реализация ягод конечному потребителю, так скажем. Я вам сразу скажу, основа всего здесь это непосредственная харизма того, на кого идут. То есть вы непосредственно контактируете с клиентом. Ну, с одной стороны кажется, что это такие не совсем серьезные истории, кто-то отдает в сетку, ножами, фурами грузит, но работать непосредственно с прямым клиентом обязательно нужно. И вот ситуация с ковидом это показала. Когда все встало, оконечный клиент остался. Он сидел дома и заказывал ягоду непосредственно. Он не мог уходить в дом, но непосредственно заказывал домой эту ягоду. И те, кто отгружался в сетку, у тех были уже какие-то проблемы. Мы все время торговали вперед, но я имею в виду не останавливаясь. Тут как бы не быть инфо-цыганом, не рассказывать вам, как можно поднять свои соцсети и так далее. Я им не буду, потому что сложно что-то рекомендовать. У кого-то получится, у кого-то не получится, но развивать свою сетку обязательно нужно. Сетку в смысле социальную, социальное окружение именно в соцсетях. Потому что у меня, например, достаточно много потребителей, если брать все три блога, около 100 тысяч потребителей. И им можно продать все, что угодно. Я по отношению к ним всегда честен, я никого никогда не обманываю, не впариваю, не рассказываю то, что мне не нравится, ничего не рекламирую. я просто показываю те или иные сорта, то есть выбрал себе такой путь. Если вы просто будете ягодником, например, есть Лена Коткова, она просто ягодник, она не рассказывает про сорта, она не рассказывает про как выращивать. Я это делаю. Но у нее тоже активные живые сети, и она продает все через сети. И продает она за счет своей харизмы и качества ягоды. Ягода у нее конечно ну экстра класса. Мы работаем не только с конечным потребителем, мы работаем с посредниками. Как мы построили посредников? Это посредник это не фуд сити, не человек, который покупает ягоду и везет кому-то продает. Вернее это человек, но это человек, который покупает именно у меня ягоду и говорит конечному покупателю, что я купил ягоду у модного фермера, и сейчас везу ее вам. Там он наценивает у него экономика своя с ним, но он транслирует всегда то, что покупает и продает именно мою ягоду. И это для меня это важно, потому что люди хотят купить именно мою ягоду ягоду. ему это тоже удобно, потому что грубо говоря, он продает практически назвать это брендом пока сложно, но раскрученное название. То есть я вот купил ягоду у фермера, он говорит, что я купил у такого фермера, и в следующем году его просят привези нам от такого фермера ягоду. То есть у меня есть три посредника, которые имеют чаты в закрытых там клубных каких-то поселках, просто в домах приличных, и соответственно они чуть ли продают не больше, чем я продаю. Ну я уже говорил про почему и как мы работаем. Мы работаем только на вкус, размер и свежесть. То есть свежесть понятие относительное, но основной это вкус. Говорили вот про Близзар, что он не едет, он действительно плохо едет, он плохо снимается, он снимается уже некоторые ягоды влажные, они по кубинетки портят все остальные, но Близзар вы никогда не купите, это уже прожимилось мы перескочили, вы никогда ее не купите в сетке, она просто туда не заедет, ее просто сразу забракуют на входе. Но у Близзар такой вкус, ради которого клиент готов будет терпеть немножко влажные влажности какие-то в вашем лотке. и вкус и размер. И ему не нужна будет кислая аврора из сетки, которая хорошо лежит и там две недели пролежит. Он придет и у вас купит там за тысячу рублей образно говоря, Близзар, но немножко мягкий. Поэтому ориентировка у нас только на вкус. если голубик у нас сорт какой-то невкусный, мы его удаляем, мы с ним не работаем. Мы не работаем например с рекой. Есть сорт такой река или река, река наверное. Это новозеландская селекция. Он нам не подходит, потому что его очень тяжело снять в правильной кондиции. То есть он висит кислый, потом висит, 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 висит. Вроде довисел, должен быть сладкий, относительно сладкий снимаешь, а соседняя ягода все равно кислая. Поэтому от него мы отказались. Были один-два раза нарекания, что вот мы продали кислую ягоду, мы все сразу. Мы убрали этот сорт, с ним не работаем. Хотя с ним можно работать в более холодных регионах, где он себя показывает очень хорошо. Следующая это эмоциональная составляющая, к сожалению или к счастью, сейчас ничего не покупается просто так. Даже хлеб, приходишь и опечорин, опечорин, похоже такой же хлеб, как и остальной, но там какая-то эмоциональная составляющая в три раза дороже. Та же самая история в ягодах. Нужна эмоциональная составляющая, сейчас он что-то рассказывает эмоционально все. И то же самое я рассказываю с потребителем и клиентами. Я тоже выкладываюсь. Я не знаю, насколько это масштабируемая история. Вероятнее всего, что она не масштабируемая. Но думать, что там ты продашь всего лишь 5 тонн или 10 тонн через прямую продажу это неправильно. Можно продать 100 тонн, можно продать 200 тонн. То есть нам то, что мы производим нам достаточно будет продать через прямую продажу. Это достаточно емкий рынок и он сейчас еще больше развивается. Объем тары для реализации я уже указал, что мы специально выбирали эти 3 килограмма. 5 много, 1,8, 2 мало, 3 самое оно. Прямо чтобы семья съела эту ягоду и на следующей неделе заказала еще раз. Обязательно я разогреваю в соцсетях своих покупателей. Сейчас вообще меня замучили, когда ягода, когда ягода, когда ягода. для меня на самом деле я не только ягодами занимаюсь в плане жизнеобеспечения своего, какие-то другие вещи покупаю, продаю, произвожу, но для меня было поразительно, что каждый год клиент у нас прирастает, вернее, он не теряется, даже так скажем, прирастает, потому что мы рекламируемся и в любом случае вкладываемся в рекламу, но старые практически никуда не деваются. Каждый год этих клиентов все больше и больше. Каждый год база растет, то есть и третий или четвертый год мы продаем напрямую и третий или четвертый год у нас все время начинается с мая звонки, а у вас уже созрело, где вы живете, ребята, мая еще не цветет ничего, да вот уже на рынке уже есть, мы хотим тоже, а мы хотим вашу, не покупаем, ждем, ждать долго. Лучше все-таки перебиться. И этот вот разогрев, они сами себя уже разогревают. Ну там соответственно есть какой-то алгоритм, который мы строим в соцсетях, мы, то есть у меня есть помощница, с которой мне помогают с текучкой, пишу все посты я сам, отвечаю я сам, ну вот какие-то чат-боты мы делаем, какие-то графики, все это делают помощницы. идет разогрев в соцсетях, после этого, начальные, после этого достаточно. Как мы принимаем заказы? Принимаем мы через сайт, никаких, значит, никакая соцсеть вам не позволит принять 200 заказов за два часа, это просто тупая обезьянья работа, вы будете сидеть, особенно в инстаграме, где-то все теряется, уходит, никак не отметишь, сейчас вроде еще что-то там они подкрутили, но это неправильно. Прием заказов через соцсеть просто съедает ваше время. Поэтому мы, у нас воронка, она заканчивается на сайте, мы на сайте создали раздел, в который люди заходят, делают свой заказ, выбирают место, где они хотят забрать ягоду, и потом приезжают туда. Сделали чат-бот. автоматически происходит выгрузка в таблицу, то есть все нужно автоматизировать, потому что я знаю, например, опять же, коллег своих приведу, они до сих пор пишут в этих у себя вклещатых этих листочках, понимаете, то есть, но это имея планшеты, имея программы, которые могут автоматизировать это, писать себя, просто тратить свое жизненное время на это. У нас, мы пытаемся автоматизироваться, по максимуму, мы автоматизировали прием заказов, автоматизировали общение с клиентом, то есть, есть чат-бот в WhatsApp, перед тем, как клиент, перед тем, как машина выезжает, отдает ягоду, соответственно, происходит рассылка, клиент подтверждает, не подтверждает, тот кто не подтверждает, его он откидывается автоматически, подтвержденный, выгружается в другую таблицу, отдаются на плантацию, на плантации видят количество марок, которое нужно отгрузить уже, когда машина подъезжает, машина у нас ездит из Москвы, ну, есть у нас, конечно, хитрость, у нас и в Москве есть склад, потому что вы и есть, и у вас там отказались от ягод, голубику можно сохранить, там еще день, на следующий день отдать, ничего с ней не будет, и у нас есть склад передержки, холодильник в этом году достаточно большой мы построили, и там очень удобно, кстати, работать с перекупщиками, я имею ввиду, вот с нашими партнерами, так называемыми, им не ездить на плантацию, они приезжают прямо туда, потому что вся, вся их зона работает, Москва и Подмосковье, соответственно, ездить за 200 километров на юг не хочется, поэтому вот мы с будущего года начнем отдавать уже ягоды и им там привезли утром, они днем приехали, забрали и развезли своим клиентам. В общем-то, наверное, все, так все тезисно, потому что, как бы, для меня более интересно, я вам честно скажу, более интересно рассказывать вот про эту третью часть, но вот когда-нибудь, наверное, вот отдельно сделаю выступление, постараюсь более глубоко раскрыть вот эти все истории, потому что нас, на самом деле, мы все практически здесь мелкотня, то есть то, что до 50 гк, я считаю, что это, ну, такое среднее мелкое производство, то есть тех, у кого сотки или две сотки производства, это совсем другие ребята, они совсем по другому алгоритму работают, ну, мы все должны, имея вот прямую связь с покупателем, возможность прямой связи, мы должны еле пользоваться, и вот я считаю, что вот путь работы с прямым покупателем, он оптимальный для мелкотни, такой, как мы. Артур, спасибо огромное, ну, тут я так на протяжении нескольких лет наблюдаю, как у вас вот эта вот реализация выстраивается, дотачивается, уточняется, цифровизуется, и так далее, восхищаюсь каждый год. спасибо. Ну, вот вопрос такой, но все-таки у вас плантация достаточно молодая, через 2-3 года выход на пик плодоношения и, скорее всего, увеличение объема урожая раза в 3, может быть, 5. ягодки этого не произойдет через 2-3 года, потому что 15 гектаров из 20 пересорта, в этом году мы только дочистим все это, выбросим то, что не возможно. если можно, давайте тоже миграфон, ладно? да, ну, я понимаю, да, давайте про суть, если про суть, ну, через 4 года, да? Планово, 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 вообще, надо понимать, что средняя полоса это, ну, не 10 тонн с гектара голубики, но 5-7 уже будет, это 5-5, в хороших случаях 7, ну, 100-120 тонн с гектара, 120 тонн с нашей плантации продать можно будет напрямую. Я общаюсь с сеткой, сеткой говорит, мне все равно, какого вкуса твои ягоды. Вот на Фудсити сегодня на 300, ну, за 320 я у тебя возьму, я ее продаю за 600 рублей. Зачем мне это? Сетка, я не смотрю даже на Фудсити, какая цена сегодня на Фудсити меня не интересует. Ну, то есть, ваша задача вот раскрутить собственную сеть реализации до того, чтобы через нее спокойно проходило с того, что 20 тонн ягод. Да, вот смотрите, у нас сейчас 5 точек реализации, мы специально не увеличиваем их, потому что я хочу работать еще с партнерами, которые снимают эту головную боль. На каждой точке реализации мы продаем от 500 до 1000 килограмм за 2 часа. Вы видели, Ирина, приезжали, что такое 2 часа? Да, 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 ваша очередь, вот этот вот хвост, который стоит. Да, да, это такой хвост, который стоит вот так вот, по кругу, они все приезжают почему-то рано. Надеюсь, наверное, как бы, со советское прошлое, что вначале качественную ягоду выкупят, а потом похуже будет. Ну вот, то есть это, это достаточно большие, большой, большой объем, продать 1000 килограмм за 2 часа, просто отдать, при принятии деньги, там, выбить чек и так далее. Это просто катастрофически много. Поэтому здесь есть смысл как-то подточить. Можно открыть не 5 точек, можно сделать их 15, можно сделать в одном дне 2 точки в разных местах, можно по времени развести. То есть 100 тонн продать через прямые продажи это вообще даже не вопрос. Ну, конкретно в Москве, то есть агломерация московская 25 миллионов, из них, ну, скажем, там, миллионов 5-7 это выше среднего состоятельные люди. для них купить ягоду, которая стоит 600 рублей, но она вкусная, вообще не вопрос. Ну, то есть это вопрос именно вот развития сети и... Да, если это надо будет делать, то есть вероятнее всего, что мы, может быть, все-таки будем больше с партнерами работать, которые продают нашу ягоду, говорят, что они продают нашу ягоду, и отдавать какие-то там 50-100 рублей на эту часть, чем вот развивать. Это можно развить, но, как бы, для этого нужно тогда увеличить персонал дополнительный. И вот второй вопрос к другим партнерам. Не возникает сложностей с партнерами, то есть вот эти вот истории, когда там какую-то другую ягоду белорусскую по 300 продают, как ягоду... Ну, в смысле, под нашей маркой? Да, и так далее. Ну, что, вот сетями даже такие истории у нас уже есть. Ну, нет, ну, ну, смотрите, мой партнер, это практически мой друг. Ну, то есть, друг в плане того, что мы кушаем вместе с ним, мы ходим по полям вместе с ним, я знаю, что у него, там, ребенок болеет, или ему нужна больница, у одного, там, у второй, у третьей, то есть мы вот в таком формате с ним мировые. Это не просто перекупщик, который приходит и говорит, да я вот хочу, ко мне нельзя прийти сейчас и сказать, дай мне ягоду, я ее не дам, у меня просто ее нет и смысла нет кому-то просто отдавать на сторону. Потому что эти люди развиваются, они покупают машины, они берут тоже людей, персонал, они возят. Я понимаю, что в какой-то момент он может сказать, что ты знаешь, вот у Лены какого ягода вкуснее, я пойду туда. Это возможность не исключает. Поэтому у меня есть своя образность в этот момент, я могу ее просто раскрыть. Но, как бы, с ними я более тесно работаю. Ну, то есть качество отбора партнеров, оно тоже обязательно. Там не нужно 200 партнеров иметь, то есть 3, которые сами развиваются, это достаточно, чтобы нам продать эти 100-120 тонн с нашей плантации. Коллеги, еще вопросы? Все, мы, наверное, очень... Давайте. По структуре заправить, сколько сборщик получает, и другие цифры можете открыть? Другие какие? Какой данный машин себе купил? Ну, давайте так, примерно себестоимость выращивания, себестоимость сбора упаковки, и стоимость реализации. С себестоимость выращивания можно посчитать только тогда, когда у вас все там 20 гектар, они будут работать. То есть этот кусок мы пока посчитать больше не можем? Да, потому что сейчас мы это посчитать не можем. Нам, грубо говоря, вместо 5 гектар блюкропа пришло 5 гектар сиерры, вместо 5 блюкроп, дюка 5 гектар пришло 5 гектар сиерры, то есть у нас одна сиера, собрать это надо все быстро, потому что у нее тенденция к... в общем, ягода теряется свое качество. 10 гектар собрать невозможно сразу, потому что надо нагнать 200 человек, а потом вам сказать аривидер, чтобы нам уже не нужны. И как бы тут все это размывается. что-то выкопали, что-то сейчас посадили заново. Здесь не могу вам то есть сказать себе стоимость, все поколоты с кармона туда. А со сбором у вас, да? А со сбором, значит, такая головная боль, ну, по цене это 50 рублей в среднем. И на смородину мы 50 рублей платим. Ну, 50 рублей это уже на руки сборщику, да? У вас же сверху еще какая-то своя там цена есть, ну, стоимость бригадирах, подвозящих-повозящих? Нет, да, да, да. Это если считать ну, распределенные затраты, я их не считаю. То есть, ну, вот я был в Польше и поляк как-то такой... Я вообще юрист. У меня есть плантация голубейки, но я юрист. Я вот посчитал, я там, значит, на этой плантации тоже работаю, я посчитал, если бы я был бы, как бы, оказывал юридические услуги, то я бы сам себя бы не прокормил. Поэтому у меня плантация убыточная. Потому что я очень сам для себя дорогой. То есть, я так не могу считать. И свое время для меня, как бы, оно не стоит. Это время, которое я посвящаю, это жизнь моя. А он засчитал, что нету, потому что как... Я юрист, у меня часто стоит там 50 золотых. А вот сама организация реализации ягоды вам во сколько обходится? Она практически ничего не стоит. То есть, я вот это считано на килограмм около 5-7 рублей. Организация... Это водитель, который возит... Он же кассир, он же принимает деньги, и... Ну, здесь можно еще подкорректировать, принимать их через сайт и так далее. Просто потом проблемы с возвратом не получится. Водитель и девочка, которая обрабатывает заказы с помощью системы. Через сайт все это автоматически выгружается, потом в чат-боты и так далее. 5-7, ну, 10 рублей. 10 рублей на то, чтобы просто привезти эту ерунку туда. Ну, а при работе через перекупщиков это 50-100 рублей на килограмм, да, вы называли? Ну... Или это условная цифра? Это условная цифра, но это будет. То есть там скидка больше, то есть здесь мы больше теряем, но в среднем, я думаю, что мы рублей 100 теряем с килограмм, работая с партнерами. Ну, это спасает от большой головы это будет... Да, просто идет вал и в каком-то моменте ты не можешь сам все это продать. У тебя есть 5 точек, тебе надо сейчас 15, чтобы продать этот вал, а потом их опять свернуть, потому что поздних сортов тоже нет, вместо бонуса кукурука растет. Так, еще вопросы? Так, а машина? Да. Артон, какие сорта? Сорта для чего? Нет, какие сорта у тебя? А сейчас, значит, смотрите, мы разделили, надо делить, вы сами понимаете, это плантарство надо делить по срокам созревания, иначе вы ничего не соберете как нужно. Почему я сейчас стянаю, тут жалуюсь, потому что у нас одного сорта половина плантарства сейчас, его практически невозможно собрать, в конце он начинает вялиться уже, вялиться и крахмалится. Ранние сорта. Дюк. Кстати, я вот предлагаю, Яковлему Союзу выпустить меня на какие-то площадки, я вам расскажу про те сорта, которые у нас на плантации, которые мы отработали для средней полосы. С удовольствием. Дюк считается для пятой сорта неиморозостойким, но удивление хорошо себя ведет, но удивление. Практически никогда не мерзнет, периодичности нет, это сильная проблема для средней полосы, периодичность по отношению голубики. Она существует, да хуже, чем яблони. Значит, периодичности нет. Второй сорт из ранних, это Мидер. Он практически неизвестный сорт. Поставщик нам его поставил, он оказался тем, что он есть. Это Мичиганский сорт. Вкусная ягода. Чуть мягче, чем Дюк, но прям огонь ягода по вкусу. И третий сорт ответил, нет разницы. Дюк, и Дюк убрали. Мы как бы Норхлотну убрали, убрали мы реку. Мы здесь убрали, потому что здесь она не подходит. Здесь есть ягода качественная и тяжело. То есть Дюк можно, Норхлотну можно работать, его надо хорошо резать, и тогда он будет качественная, большая, крупная ягода. У нас это не получается. Но я всегда чуть дальше туда реку и Норхлотну сажайте. Реку, Норхлотну, реку, Норхлотну. Сейчас добавляю еще Мидр сажайте, он растет у меня прямо на горе, на самом ветродуе. И загружается, просто мама не горит. А Патриота Спартана не было? Спартана не было, сейчас пять рядов посадил, посмотрим. Спартану, Патриот, Патриот принципиально не сажаем, Патриот морозостойкий, но ягода, сами знаете, вы или не знаете, знаете, ягода не айс, то есть я примусью продажами, не продаж. Вкуса нет вообще никакой. А Blue Croft у нас не растет, хорошо. Вместо Blue Croft мы планируем ввести Калипсо из новых сортов. Средний сорт, ну, что у нас там на среднем растет, ну, Sierra получается, средний сорт. Sierra неплохой сорт, мало богу, вот здесь что-то. А у нее периодичность есть? Нет. Sierra бомбит всегда, если, если прям хорошее место, там, там, увешивается просто. Очень похоже на драппер. Очень. И ягода, иностранцы ее путают, то есть, когда с иностранцами общаешься, он говорит, это у тебя драппер, я говорю, драппер у нас мертв. Это Sierra, и он очень похоже. По ягоде? По ягоде похоже? Да, по ягоде похоже. Да, он же больше на дюк похоже. На что? На дюк похоже. И это тоже на дюк похоже. Ну, как ты думаешь, ягодка, это, ошиблась? Он и на дюк прохоже, на блюкроп похож. Это Sierra, и получается, это и дюк, и блюкроп потом. То есть, он раньше блюкроп, а он позже дюк. А по морозостойкости нету, противопробно. Мороза хорошая. То есть Sierra рабочая лошадка в средней полосе, ее можно сажать. Из поздних, это Chandler, бонусы немного, опять же, Калипсо, Аврора, Элизабет, Либерти. Аврора, на удивление, у нас вызревается. Да, мы удивились. Реально. Реально. Это реально Аврора? Ну, вот это, главный вопрос, который требует уточнения. Но визуально это Аврора, да. Визуально это Аврора, но она почему-то вся зреет. И поздние вызревают? А? Все поздние вызревают? Элизабет, вероятнее всего, что они... Чандлера, если плохой код, Чандлер очень взрастянут его отношения, он в конце, прям чуть-чуть, процентов 10 остается. Но он хорошо переживает первые морозы. То есть я, когда прошел мороз, там, 2 градуса, дальше тепло, он дальше залезет. А это самое, а теперь выжить, что туннельного типа не, это самое, для дозревания есть? Нет, я уже замучился. Еще это, эти мучениями мы не готовы. Так, ну что, на все вопросы ответили? А по меху уборки? И как по меху уборки? Ну, в меху уборки должно сойтись три фактора. Я три сказал, это я так придумал, но сейчас попробую их вам выписать. Первый фактор, это одновременное дозревание ягод, да? Очень мало сортов, которые... Кстати, Блюгольд еще у нас, Блюгольд отличный сорт, просто огонечный сорт. А одновременно дозревание, да? И хорошая съема ягоды? Вы не можете механизированно собрать... Не обязательно. А? Не обязательно. Ну, нет, если вам не нужна и зеленая ягода, и зеленые помидоры, то, конечно, нет. Комбайн может снять только с тела и оставить недозревшего. наверное. Я вам скажу так, для средней полосы это утопия. Комбайн пройдет, во-первых, он обязательно повредит молодой прирост. Обязательно повредит. В средней полосе вкус не восстановится после такого мордобития. Это определенно. Может быть, кокон какой-то, который воздухом, но я не везу, он работает. Все равно повредит. Не повредит. В средней полосе это сразу... То есть, вообще, средняя полоса и голубика это утопия мехсбора. Потому что мехсбор это когда у вас мало, когда у вас много. Это только юг. Это только на юге может быть мехсбор голубик. И ты посадил просто и вообще не думаешь о нем. Когда здесь ты трясешься над каждым кустом, когда у тебя существует периодичность, у тебя подмерзание, у тебя весеннее выгорание, у тебя голубика не раскрывается на 100%. Не то, что на 100%, она на 50%, дай бог, раскроет свой потенциал. в средней полосе. Тут никакой разговор о мехсборе не идет. Ну и, в общем, опять же, мехсбор, скорее всего, это техническая ягода на переработку, по крайней мере, в большей своей части. Соответственно, выращивать ее здесь просто невыгодно здесь. Собестоимость может... Американцы вроде как бы и потом сортируют, но мехсбор предполагает для голубики качественную сортировку, оптическую сортировку. И все равно 50 на 50 у тебя. И соответственно, ты должен собирать ягоду такого полузрелого, чтобы она... Это не наш метод, я бы говорил с тобой. А пожимолости Артур не будет? Ничего. Про пожимолость... Жимолостью вы же не занимаетесь. Но пожимолостью у нас есть еще один доклад про реализацию. Так, давайте еще вопросик возьмем. Коллеги, вот проговорили про сорта, пока я бегу до следующего доклада, до следующего вопроса. Сразу сделаем комментарий, что Ягодный Союз не может рекомендовать работу с белорусским поставщиком посадочного материала ягодка. Негодяй! Ягодный Союз Разорили, вот они Артур. Давай я бегу с кончиком. Да, привет. Слышали, а вот все-таки по Блюкрофу история какая в нашей средней полосе? Потому что... У меня он не идет. У меня он не идет. Почему? Я его... У него спросить, но я не задавал его на Голубичком просто. Ну, суть такая, что мы думали, что это не Блюкроф. Мы отвезли его в Беларусь на генетический анализ. Это Блюкроф. Но он реально гонит массу и очень плохо завязывает ягоды. В первые годы он умерзал. Вероятнее всего, вот сейчас я думаю, что нам надо изменить систему питания. То есть, есть наблюдение за саженцами, за большими растениями, как они себя везут. И вероятнее всего, и вот не раз об этом говорила Татьяна Владимировна Курлоровичича. Все эти волосы перекармливать нельзя. То есть, ты можешь получить вот такой куст и вот столько ягод или получить вот такой куст и весь ягод. То есть, не успевает, вероятнее всего, что дифференцируется почка. Он растет, 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 растет. А почки нет там. И потом она у тебя вылезает осенью, весной, не цветком, а листком. Не хватает в этот период. Нужно, чтобы он был в стрессе, вероятнее всего, что это такое. Надо его стрессовать. Те кусты, которые мы стрессовали, они прям и не мерзнут, и ягод, но они растут. Спасибо большое. Благодарим Артура. Спасибо.